приветствую как вас зовут меня зовут медников илья анатольевич вот я учился на менеджменте игровых проектов закончил совершенно недавно вот защитив свой диплом почему именно эта специальность это весьма растущее направление это игровые проекты соответственно компьютерные игры игры на смартфонах на планшетах и прочие соответственно такие вот активности и как минимум это очень растущее направление как максимум это очень необычное направление потому что очень сильно отличается от всех остальных профессий сильно отличается менталитетом людей которые там работают сильно отличается многими маленькими моментами внутри уже сферы деятельности ну и само собой зарплаты там весьма приятные хорошие при условии того что ты не ломаешь себе горб и не жертвуешь здоровью то есть это совмещение работы и хобби во многих аспектах да но все зависит от того как ты идешь по этому пути ты можешь идти по этому пути чисто чтобы зарабатывать деньги например да и тогда ты будешь делать проекты в стиле матч 3 3 в ряд если кто-то знает и скорее всего в этом направлении развиваться а может быть ты наоборот человек идейный ты создавшись маленькую студию вы будете жить и питаться на 40 тысяч рублей там поедая дошираки и пельмени но вы сделаете с игру своей мечты дойдете до скажем так кого-то уже цимиса а какая именно у вас была мотивация у меня мотивация нечто сопряженное потому что это как одновременно и мечта идеи в то же время ты понимаешь что ты всегда сможешь остаться на плаву ты всегда можешь сам если у тебя что-то не получится пойти и делать матч 3 стараться там в каких-то других компаниях и зарабатывать именно деньги чтобы там обеспечивать семьи или что-либо еще а если ты все-таки под напряжешься и только удачи то ты сможешь сделать свою игру которую ты хотел именно на дошираках или же даже возможно сможешь найти инвестора и тогда лишь и сибирские пельмени там какие-нибудь которые стоят 600 рублей это живо учебная программа она дает очень важные моменты а именно понимание того что в этой индустрии не так уж трудно появиться не так уж она далеко находится от людей как многие думают то есть она дает тебе много новых знакомств ты общаешься с людьми которые уже деятели в этой индустрии ты банально обретаешь некий багаж знаний до которые тебе позволяют уже в этой индустрии начинать двигаться то есть нет и не приходишь и ты бегаешь с глазами там что такое это термин что такой этот термин о чем они вообще говорят да ты уже что-то понимаешь и соответственно можешь учиться у профессионалов там пойти например на профессию там джуниора какого-то ну то есть младшего там по любой профессии в именно в этом соответственно направление что больше всего запомнилось во время учебы наверное люди общения их проекты это было очень интересно наблюдать за тем что делают другие ребята соответственно подчерпывать какие-то моменты у них какие-то идеи даже ну не смысле там то там твою идея возьму а в смысле классное решение придумал может быть надо как-то с этой стороны тоже посмотреть подумать над этим и такие моменты то есть в основном это знакомство и общение я думаю предметы преподаватели были как довольно такие стандартные предметы как там когда просто рассказывать тебе интересно но ничего специфичного а некоторые преподаватели были вообще он выше всяких похвал то есть когда ты приходишь на урок и ты не просто до получаешь знания ты прям ну конкретно приятно проводишь время это уже не первое ваше образование да я первое образование получал вообще исходя из совершенно других убеждений никаких там образовательных убеждений не было нужно было лишь отсрочек от армии вот поэтому соответственно я его как бы получил но никогда по этой профессии не работал здесь получается я перепрофилировался уже вот на то что мне было бы интересно действительно база учебная как-то помогла в освоении учебная база которая у меня была до этого да не скажу что она может помочь скорее может помочь самообразование которым ты занимаешься то есть вот потому что многие моменты здесь они уже являются частью индустрии которые нужно понимать то есть ты когда приходишь ты немножко можешь немножко со скрипом начинать 5 потому что многие твои то есть коллеги группы которые с тобой сидят в аудитории они уже много знают и чтобы за ними поспевать некоторых моментах понимать о чем они говорят желательно конечно заниматься еще самообразование чтобы вы порекомендовали в таком случае абитуриентам кто хочет поступить в плане собирать информацию постоянно если ты хочешь двигаться в этом направлении то ты соответственно должен там заходить в социальные сети с утра и смотреть не мемасики а заходить на сайты по типу дтф по типу там вроде это может что-то прочитать там куда-то на форум зайти и уже потихонечку входить в индустрию чтобы понимать какие-то моменты смотреть может быть там на ютубе какой-то получающий контент чтобы как можно больше и больше тебя было именно наслаивание этой информации и ты больше больше всего этого понимал отлично звучит как очень интересная специальность спасибо пожалуйста